Вкладывая в ручную работу всю душу, сердце, ум, весь накопленный багаж знаний, сегодня весь этот букет поместить в одну вазу с трудом, берется известный Данила Мастер от очемелых ручек Андрей Александрович Бахметьев. Пожалуйста, Андрей Александрович. Сегодня мы вас познакомим с технологией изготовления ваз практически бесплатно. Вот таких вот баночек, которые с ручками или без ручек, с плотно закрывающимися крышками, остается огромное количество. Да, да. Выбросить их очень жаль. Точно так же, как и обрезков различных труб, зачастую пластиковых, которые остаются после ремонта. Вот из этого мы сейчас делаем оригинальную вазу. Пластиковая труба берется размер где-то 35-45 см, в зависимости от длины стебля цветка, который вы собираетесь туда помещать. Единственная какая-то доработка. В одной из торцевых частей необходимо ножом сделать вот такие вот надрезики. Осторожно. Как-то так вот страшно режете. Вот такие вот треугольные надрезики. Это нужно для того, чтобы когда эта часть окажется у нас внизу, вода спокойно поднималась по этой самой трубе. После того, как мы подготовили саму баночку и трубу, необходимо заняться подготовкой крышки. В крышке делаем отверстие, которое по диаметру совпадает с диаметром трубы. Собственно говоря, уже практически все готово. Смотрите, верхняя часть трубы у нас зафиксирована, нижняя тоже зафиксирована, но еще не так. Для того, чтобы усилить эту фиксацию, мы предлагаем насыпать туда гранитные крошки каменные. Можно песок, но я пробовал с песком, песок размывается водой, не так крепко держится. То есть гравий вы имеете? А вот гравий, вот такой вот, вот такой, это просто чудо. Андрей Александрович, а вот этот крупный для чего вы принесли? А крупный, как вот этот я сделал из такого крупного? Там же маленький. Точно, как вот этот был. Вот в этом Андрей Александрович весь. Он всю методику изготовления мелкого гравия готов нам с вами рассказать. Сначала берется каменная глыба. Да. Потом она с трудом раскалывается на две половинки. Потом каждой из половинки еще на половинки. Потом вот что получился у Андрея Александровича, и он нам принес уже заготовку домашнюю. Соседи все были, видимо, грохотом страшным, потревожным. Вот что ему удалось высечь. Вот, теперь берем и поставим посередочкой. Вот сейчас достаточно. Хорошо. Идеально. Ну, о вкусах не спорим. Это ваза-неваляшка практически? Теперь берем и закрываем. Все, фактически у вас ваза. Все-таки жиритель, центр тяжести. Присаживаю. Осторожно. Так, валенки уберите. Для того, чтобы превратить вот это вот пока серое изделие в красоту, мы можем предложить следующее. Покрасить. А зачем нужна вот эта вот изолента? А что, еще изолента нужна? Нужна. Зачем? Вот, изолента, вот мы ее приклеиваем вот так вот вдоль. Порезать? Да. Здесь? Да. Давайте. Отлично. Вот. Для чего? Спросите вы. Отвечаю. Сейчас, когда мы все это покрасим, сколько там воды, не будет видно. А когда мы после покраски отдерем эту изоленту, у нас здесь будет прозрачная часть, и через нее мы будем видеть уровень воды, нужно подливать или не нужно цвета. Здорово. У-у-у. Еще как. Ну как там? Что там? А я вот отодрал. Мультфильский? И вот видно, рыбок еще нет. Нет. Так. И вот сейчас мы будем наливать и смотреть, как вот здесь вот вода. Вот, смотри. Раз. Все, достаточно. Все. Отлично. Теперь берем. Это вам, доктор. Спасибо. И вот эти вот три цветочка. Ну так, все. Вставляем. Ну, кстати, какое счастье, что побежден тот недуг вековой этих длинных, но красивых цветов. Потому что... Оно еще не высохло. В большой вазе один, но красивый цветок смотрится плохо, а вместе с маленькой он падает. Да. А здесь одни достоинства. Но Андрей Александрович, он человек нечеловеческой скромности, и он сокрыл, что дома он изготовил опытный образец. Вот он. Видите? Здесь уже не пластиковый. Расписал его в своих национальных мотивах. Видите? Своей губернии. Это стеклянное. Это он в стекле воплотил свой талант. То есть это банка из подхокейного напитка. А распределять можно вот лаком для ногтей. Вот еще сильнее, предвкушая известные цветоносные события, хочется всем соучастникам этих событий сообщить, что спасение утопающих в цветах – дело рук чьих? Не только утопающих в цветах. Да. Но и самих, с позволения сказать, кого? Утопляющих. Точно.